Мне очень знакомы проблемы педиатрические, которые связаны с ранней выпиской. Мы даже проводили анкетирование по Московской области среди педиатров. Какие проблемы педиатра волнует в первую очередь при ранней выписке. И вот в своем докладе такое, видимо, будет смешанное. Поскольку педиатры сталкиваются с неонатальным возрастом, все-таки с тем возрастом, с которым должны работать неонатологи. И вот тут вот такая дилемма. Но мы в области это решаем постепенно, аккуратно, поскольку понятно, что ранняя выписка – это готовность педиатрического звена быть готовым 100% к этой ранней выписке. Но сегодня для меня было открытие в Данеке, что и женские консультации, песок шерсти, но на амбулаторном уровне тоже должны быть готовы к ранняей выписке, поскольку мы все время о детях, о детях, а забываем, что у женщин тоже могут быть проблемы. Ну, в общем, ранняя выписка – это выписка на сроки до 20 часов. Это первые сутки все-таки после родов. Какие организационные моменты мы видим по ранняей выписке? Это, конечно, скрининг слуха. Он важен, поскольку часть новорожденных не проходит этот скрининг. Эта проблема ложится на поликлинике, но с этим вроде педиатры уже знакомы, знают эту проблему, она потихонечку решается, но, тем не менее, ежегодно по области у нас 2-3 случая установления диагноза глухота, тугоухость выраженная в конце 1-2 года, и получается, что повторный скрининг каким-то образом был пропущен. Вторая большая проблема – это неонатальный скрининг. Но с этим мы много раз общались с педиатрами, и здесь, как выяснилось, что проблем нету. Много разных подходов и методов, но пришли к консенсусу. Сейчас мы готовим новый приказ по области по ранней выписке. Этим будут заниматься медсестры при патронаже на дому. То есть мы не будем гонять маму с ребенком в поликлинику. Она пришла, проколола, всех опучим на местах, и каких-либо проблем не видим. Есть небольшие проблемы с отдаленными районами, поскольку медико-генетический центр находится в Москве, в Манеке, и, конечно, из Талдума или Серебряных прудов ехать 5 часов, но это тоже проблема решаемая. Третья проблема – это проблема вакцинации, это проблема всероссийского масштаба. Тут бьются фтизиатры, бьются гипотологи, детские инфекционисты и педиатры. Мы за то, чтобы ВЦЖ все-таки перенесли либо на 30-й день, как это во всем мире в подавляющем, либо как в развивающихся странах Африки, Азии, Юго-Восточной Европы, когда ВЦЖ совместно с АКДС, с полиомиелитом делают в первый день после рождения ребенка. Все сразу, других вариантов нет. И это на законодательном уровне рекомендованная инициатива ВОЗа для развивающихся стран. Мы не развивающиеся страны, у нас прекрасная медицина, и поэтому, я думаю, мы можем себе организовать вакцинацию ВЦЖ на 30-е сутки. Почему ВЦЖ необходимо откладывать, а не вакцинацию гипотитом? Здесь несколько причин. Во-первых, когда мы делаем ВЦЖ, мы месяц должны выживать этот период, когда мы ничего другого не можем сделать. И вторая проблема у нас, наша страна относится к регионам с пандемией по гепатиту В. У нас много лужно-оприцательных реакций. Мы поздно диагностируем гепатит и у женщин, и у детей. Поэтому вакцинация против гепатита актуальна, и лучше ее оставить в первые сутки. В ЦЖ на нас же принеси на 30-е сутки. И кардиосклининг – это проблема чисто организационная, решаемая. Чуть позже покажу, как мы ее решаем в Московской области. Почему проблема с кардиосклинингом? Потому что, по данным Диктиновой Елены Александровны, 26% детей с критическими выражениями парками сердца выписываются из роддома без диагноза. И на вскрытие 25% детей, которые погибли, не имели этого диагноза, на вскрытие этот диагноз был поставлен. Критические пороки часто мы слышим именно в третьих суток жизни. И поэтому при первом патронаже при ранней выписке, чуть позже покажу, есть специальная схема проведения кардиосклининга на дому педиатром. Эта схема прикрепляется к патронажному листу для того, чтобы четко было понятно, что этот скрининг проведен. Помимо организационных аспектов, есть и клинические аспекты, которые связаны с переходами и состояниями периода новорожденности. Это метаболические, метаболическая аптация третьей сутки жизни ребенка. Это начало полового криза. Это проблема с поповиной, поповинным остатком с ассифицированием почной рамки. Это и проблема с массой тела, поскольку мы знаем, что первоначальный уголь массы тела начинается на вторые сутки. Далее восстановление массы тела, это восстановление лактации, проблема с грудным скакниванием. Проблема до формы – это самая большая проблема, потому что, как показывают последние исследования, 60% детей имеют аллергические проявления уже после первого введения до корма. 95% после первой недели до корма молочными смесями. Ну и, конечно, ноонатальные желтухи – это также, как и инфицирование поповиной рамки. Это основная проблема. 95% на эту проблему ссылаются участовые педиатры, которые, конечно, тяготит. Почему? Потому что необходимо ответить на ряд вопросов, чтобы решить, как вести этого ребенка в дальнейшем. Ну и средняя продолжительность пребывания в родильном отделении при ранней выписке сократится хотя бы до 2,7. Это пока наш первый этап. Потом дойдем до этапа, когда мы будем выписывать первые сутки жизни. Но вот по данной литературе мы увидели, что частота повторной госпитализации при ранней выписке возрастает в два раза. Но надо сказать, что это не истинная частота госпитализации, поскольку очень часто госпитализация связана с проблемами со стороны мамы, и ей кажется, что если у ребенка ноонатальная транзиторная желтуха, она не ноонатальная транзиторная, здесь что-то серьезное, и она самотеком идет в больницу, мы не имеем права отказать, госпитализируем. Ну и понятно, что выписываем там в конце первого, второго, третьего дня, но это также определенным образом влияет на нашу статистику. Другими причинами, поскольку госпитализации являются более серьезные, это враждебные пороки, обезвоживание, которое связано с становлением грудного скармливания, и дискуссии желудочно-кишечного тракта, которые мы можем ввести на амбулаторном этапе, но которые тоже, в общем-то, очень волнительны для родителей. На наш взгляд, на сегодня, во всяком случае в области, поскольку пока не готовы к педиатрическому зиму, оптимально это третий день жизни выписки. Но мы стремимся, еще раз повторяюсь, к тому, чтобы мы выписывали первые сутки после родов, здесь компромисс третьей сутки. Почему? Потому что педиатрическое звено у нас пока не готово. И вот как только будет готово педиатрическое звено, как только заработает система патронажа в том виде, в котором она должна быть, при ранней выписке, тогда мы, вероятно, придем к этому. Наше предложение. Ну, а система патронажа на даму. Ну, понятно, патронаж от французского покровительства, да, мы в первые дни после выписки этих детей смотрим, и медицинская сестра смотрит, и врач смотрит. И основное – это заподозить ту патологию, которая имеет быть место, да и вовремя госпитализировать. И второе – успокоить и дать те рекомендации, которые позволили бы маме, родителям в спокойном состоянии, висеть этого ребенка дома. Ну, вот задача патронажа представлена. Своевременная диагностика патологических состояний, знаменитые наблюдения, определение плана дальнейшего наблюдения и рекомендации по вскармливанию и уходу. Семья может законодательно отказаться от проведения патронажа. Мы тоже должны это знать. Для этого необходимо подписать информированные согласия и дальше жить уже всем своей жизнью. Патронаж медицинской сестры. Первые сутки после лепестки. Как правило, это третьи-четвертые сутки жизни. Далее это через пять-семь дней. Семнадцатые-восемнадцатые сутки. И четвертый патронаж, он все-таки телефонный патронаж сейчас будет, да. Медицинская может позвонить, уточнить и не выходить. Алгоритм представленный и сбор анамнеза. Самое главное, это инструктаж, осмотр, рекомендации и информация о работе поликлиника, как потребиться, как работает поликлиника и что поликлиника может дать ребенку и так далее. Это очень важно. На последующем уже, конечно, она отслеживает лактацию, технику камня, динамику приварки, экитализацию, выполнение врачебных рекомендаций. И, конечно, все это доносится до врача. Заполняется определенный опросный лист. Далее патронаж со стороны врача-педиатра. Он проходит, как правило, на следующий день после посещения медицинской сестрой. Медицинская сестра, посетив, дает свое видение врачу. Врач знакомится с опросиком, который заполняет медицинская сестра. И врач уже идет, понятно, да, с определенной цепи к этому малышу. На 11-13 сутки второй патронаж. Ну, не доносит, немножко другая видение. Там медицинская посещает его два раза в неделю, а врач посещает ежедневно. Оценка патронажа врача. Немножко другие задачи перед врачом стоят. Это и оценка статуса, анамнеза. Это контроль результатов выполнения аудиологического стриминга. Обязательно. Но у нас мощный контроль. У нас работает циркологический центр. Это оценка проведения меланатогического стриминга. Тоже важно. Поскольку были случаи диагностики гипотириоза в возрасте 2-3 лет. Такой нонсенс он бывает. Да, и, конечно же, это оценка вакцинации. Была или была, если не была, то, понятно, участковый врач берет их на контроль. Оформляется тоже первичный врачебный патронаж. По определенной схеме выделяются группы, даются рекомендации. Задача второго патронажа – это уже исключить наличие заболеваний. Мы говорили, это 11-13 сутки жизни. Определить план дальнейшего развития. И вот задача врача-педиатра входит еще раз в моменты по скрининговым программам отследить, дополнить. У нас есть контроль со стороны медикогенического центра по нонатанному скринингу. И контроль со стороны сухологического центра по аудиологическому скринингу. Вот по вакцинации немножечко ситуация кроватная. Поскольку в роддомах часто отказываются от вакцинации против гепатита. И в поликлиниках мы эту ситуацию тоже до конца четко не контролируем. Мы говорили, что обязательное проведение кардиоскрининга, это пульсовсиметрия. Есть вот такая схема, врач обязательно должен отметить. И этот листочек прикрепить к истории о мулатоне карти ребенка. Когда будет четко, понятно, проводился или не проводился. По нонатальным желтухам мы разработали такой небольшой опрос, который помогает участковым врачам тоже сориентироваться в плане ведения этого ребенка. Оставлять, госпитализировать или дополнительно обследовать. Все врачи оснащены этой схемой, и все врачи будут оснащены билитестами или билитинометрами. А какие проблемы еще? Огромное количество причин по функциональным нарушениям пищеварения, которые ослождают жизнь ребенка. И это, в общем-то, тоже очень часто бывает связано и с ранней выпиской. Но с ранней выпиской это красные флаги. Поскольку истинные функциональные нарушения мы видим чуть позже по возрасту. И вот здесь вот задача на патронаже врача – исключить хирургическую патологию, инфекцию, пищевую аллергию. Проблема докорма – это огромная проблема, поскольку мы за грудное встармивание. Здесь говорилось о больнице доброжелательного отношения. Мы тоже поддерживаем эту тему. Не может быть в больнице недоброжелательного отношения к ребенку. И вот в плане докорма жестко тоже просматриваем. Почему? Потому что все педиатры, все педиатры ангалерозного, вот такие два типа физиологии, весовой и пилевой, вот этот вот тип, этот тип выгодно, да, когда у нас на третьи сутки снижается, и к 15-16 дню масса тела восстанавливается. У 75% детей. А нас учили, что практически все дети свою массу тела должны восстанавливать на 5-6 сутки. И если масса тела не восстанавливается, да, то тогда ребенок недополучает вот этот вот тип 5-6 сутки. Он характерен для 25% детей. И тогда необходимо докторировать ребенка. провели школы, проговорили со всеми на клинических примерах, вот таких вот, да, от какого момента считается углем массы тела. Сейчас мы четко знаем, что на первом месяце ребенок, если прибавляет 400 грамм не меньше, да, мы успокаиваемся, если нет никаких других причин, которые бы указать бы на патологию. Контрольная пятая неделя, где он должен прибавлять 150-200 грамм. И если на пятой неделе у нас он прибавляет меньше, тогда решаем вопросы до корма, либо причин, по которым не прибавляет ребенок. Мы сейчас, буквально неделю назад, министр подписал новый приказ об оказании неотложной помощи в Московской области, о работе кабинетов неотложной помощи. И мы вели чемоданчик участкового врача, в который входят обычные вещи, это как маска, одноразовые бальфилы, спиртовые салфетки, которые являются в 90% случаев жалоб составленных родителей, сейчас у нас врачи этим оснащены. Но центральные таблицы, тонометры, очень важен глюкометры, мы будем обучать всех участковых педиатров от эскапии, чтобы на месте можно было повести. И, конечно, спирт-тесты, это для более старшей группы детей. И вот такая памятка, она тоже неотъемлемая часть чемоданчика врача, которая позволяет родителям жить, наверное, в более комфортных, в спокойных условиях, и у них на постоянной связи с врачом и сестрой по участку. Спасибо, если есть какие-то вопросы, я отвечу.